Сохранение водных ресурсов заключается в их бережном использовании. Удачным уделяют большое внимание качество питьевой воды. Однако водоочистка, как любой технологический процесс, не может не сказываться на влияние на окружающую среду. Поэтому специалисты постоянно ищут все более совершенные технологии, повышающие экономический эффект и снижающие вредное воздействие на природу. С подробностями Ирина Балкова. Среди различных методов очистки питьевых источных вод наиболее оптимальным, экономически эффективным решением для удаления широкого спектра загрязнений получил сорбционный метод. Сорбционная очистка воды сегодня является одним из самых универсальных и эффективных методов. На водоочистной станции в удачном настоящий момент проводятся испытания по использованию сорбционного материала ОДМ-2Ф, а также горелые породы. ОДМ-2Ф – это гранулированный фильтрующий материал керракотового цвета, изготовленный из природного сырья. По результатам очистки у нас вода удовлетворяет требуемый сантим, поэтому это в оборот мы не рассматривали. Но в качестве экономии, то есть новая загрузка, она экономит не только коагулянту, в два раза практически экономия происходит, но и именно воду на промоку. В 2010-м на станции биологической очистки была проведена реконструкция и введен в работу второй корпус производительностью 20 тысяч кубометров. В настоящее время здесь производится механическая очистка сточных вод с дальнейшим отстаиванием. После чего наиболее тяжелые взвеси выпадают посадок и вывозятся на полигон для захоронения. Очищенные стоки проходят дезинфекцию и сбрасываются в водоем по самотечному трубопроводу. В текущем году начали третий этап реконструкции станции, который предусматривает уже биологическую очистку с применением биореакторов. Обеззараживание очищенных сточных вод будет производиться ультрафиолетовым излучением. На данный момент установка свай идет. Станция в первую очередь работает, проводится механическая очистка и обеззараживание со сбросом стоков. Но в 2016 году, в четвертом квартале, планируется, это планом компании, ввод станции биологической очистки на 100%. В настоящее время, когда очистка воды стала одним из самых распространенных технологических процессов, вопросы ее усовершенствования особенно актуальны. Мы хозяева нашей природы и охранять ее наша главная цель. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телерадиокомпания «Алмазный край». Продолжение следует...